Здравствуйте, меня зовут Алина, я руководитель проекта Base From Time и сегодня я с прямым включением из международной выставки продуктов для спа-индустрии из Таиланда. Сейчас я сделаю небольшой обзор, чтобы показать, что здесь происходит и какие интересные вещи можно вывести из этой выставки. Итак, вот как вы видите, здесь компания, которая предоставляет продукты для спа-индустрии, они демонстрируют процесс изготовления мешочков для массажа горячими мешочками. Вот здесь вот показаны ингредиенты. Это кофир лайм, куркума корешочки, это оранжевенькие, имбирь, галангал. Также сюда входит камфора, всякие различные порошочки, также вот травки, ремонграсс, пандан. У каждой компании, у них свой набор ингредиентов для массажа горячими мешочками. Но основа обычно у них одинаковая. Вот так вот выглядят уже готовые мешочки. Вот. И вот так вот выглядит сырье, из которого изготавливают данные мешочки. Вот девушка, она сидит как раз таки, вяжет, показывает, как это красиво делается. Очень обаятельное создание. Вот. Они изготавливают из свежих ингредиентов, так как это продукт для спа-салонов, у которых эта процедура поставлена на поток. И они могут себе позволить делать мешочки с небольшим сроком хранения, потому что такой мешочек нельзя хранить больше трех дней. Через три дня он просто там начнет идти плесенью и испортится. Вот. Обычно это делается на более широкий поток. Эти мешочки, они делаются из засушенных ингредиентов. Но на самом деле это не умаляет их достоинства. Просто перед тем, как начать делать массаж горячими мешочками, эти мешочки надо замочить в горячей воде на 5-10 минут для того, чтобы травы смогли раскрыться. И все полезные ингредиенты, которые содержатся в этой мешочке, чтобы они проникли в кожу вместе с паром. Вот. Вот такой интересный процесс. Вот так вот сворачивается. Немножко выжимается и вписывается воздух. На самом деле это можно делать дома, в России, с местными травами. Только надо очень хорошо на них разбираться и подобрать правильный набор компонентов, чтобы этот массаж, он принес максимальную пользу для организма. Вы смотрите внимательно, как это происходит. Вот. 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 В общем, этот мешочек ставится на пар, отдается это все паром. Травки выпускают все свои полезные вещества. И оздоравливают наш организм через массаж горячими травяными мешочками. Вот. Здесь у них целая серия продуктов для спа-индустрии. Массажные масла, мыло, эфирные масла и прочие интересные вещи. Вот. Это целая компания не знакома. Скажу честно, смотрела, нюхала их тестеры. Честно сказать, я не впечатлилась. Цены у них, конечно, очень высокие, но при этом я бы не сказала, что по составу и по тактильным ощущениям я бы захотела эту косметику использовать на своей коже. Вот. Так, едем дальше. Дальше что у нас? Дальше у нас выставка продуктов для спа на дому. Выбор ванн. Ванна здесь это вообще как диковинка. Тайцы, на самом деле, они больше понимают душ. А ванна это уже предмет роскоши. Вот. Ну, да, я иногда скучаю по ванне. Есть такое. Это сауны. Ну, так, прототипы этой вот серебряной сауны у меня стоит дома. Эта сауна удобна тем, что она устанавливается дома, в домашних условиях, легко складывается, не занимает много места. Через дырочку, где есть там кармашек внизу, да, вставляется трубочка, куда нагнетается пар с тайскими травами. Отдельно продаются составы для тайских саун, которые помогают принять задворительную ванну. Так. Здесь вот у нас мыло. Честно говоря, я их тоже не оценила. Я заметила, что эти компании, которые вкладываются в маркетинг, вкладываются в упаковку и так далее, у них неоправданно дорогие продукты. При этом качество, не скажу, что оно прям какое-то уникальное. Я на прошлой листике покупала это мыло. Честно скажу, вообще не впечатлила. Вот. Компания Сэнспа. Многие клиенты меня спрашивали, ой, нет ли у вас этой косметики. Вот я вот видела, там на сайте продается. Я эту косметику долгое время искала, но на самом деле те я ее не смогла. Она нигде не продается. Ну, потому что это, да, такая довольно эксклюзивная косметика, которую не так просто достать. В России есть дистрибьютор. Многих вот с вами как раз вот такие вот бальзамчики. Они красиво выглядят, про них очень красиво расписано. Но, но когда я сама залезла и их понюхала, вот честно скажу, вот тоже вот очень красиво у них кремики. Вы понимаете, какие цвета у них замечательные. Вот. В этой продукции очень много красителей и химических ароматизаторов ненатуральных. И написано, что у них там вот натуральный состав и все дела. На самом деле, сейчас состав посчитаюсь полный. Он абсолютно ненатуральный. Вот эти вот бальзамчики, они сделаны на основе нефтепродуктов. То есть, как бы, ну, конечно, да, нефть это натуральный компонент. Но все-таки я почитаю пчелиный воск в составе бальзамов. Потому что он как-то приятнее к коже и более лечебный, более целебный. Также вот скрабы. Ну, честно говоря, когда я видела красивые картинки, читала описание, мне очень хотелось работать с этой косметикой. Но когда я на выставке еще на прошлое, я попробовала их косметику, я поняла, что не по делу моих мечтаний. Вот владелица бренда. Вот, с национальным костюмем. Вот. Так что, дорогие мои, не просите меня. Этой косметики у нас не будет. Извините. Я хочу все, чтобы в моем ассортименте была только лучшая продукция. Это, ну, не дотягивает она. Еще один интересный бренд с небольшой предысторией. Он называется Диванна. Эту косметику вы можете купить в аэропорту Сварнабуми, в больших супермаркетах. Вот такой у них красивый стенд. Вот. Савариха. Улыбчивый мальчик. Я тоже заинтересовалась. Мне понравились продукты для дома. Но, честно скажу, это стоит дорого. Но у меня появилась мысль, ну, если это дорогая косметика, может быть, она в самом деле хорошая, качественная, интересная. И есть смысл, может, как-то с ними договориться, начать работать, запустить косметику класса люкс. Я так думала, пока я к нам на конференцию не пришла владельца этой компании. Она как раз, у нее было выступление, посвященное натуральной медицине, натуральной косметике, травяным экстрактам и прочим вещам спа-индустрии. Она красиво говорила, она показывала красивые картинки, но одно большое но. Она много говорила о здоровье кожи. Но, скажу честно, ее кожа оставляет желать лучшего. Причем не то, чтобы, да, у нее просто вот плохая кожа, у нее просто ужасная кожа. Она вся в каких-то фурункулах, широкие поры. Это все загреблено толстым слоем грима, но все равно это абсолютно не спасло. И у меня просто возник вопрос. Если ее косметика настолько хорошая, настолько качественная, почему у нее такая беда с лицом? Нет, я все, конечно, понимаю. Но все-таки некоторые вещи, особенно лицо... Мы говорим одно, а делаем из всем другое. И все-таки мы больше доверяем тому, что видят наши глаза, а не то, что нам рассказывают. Так что, да, она подарила нам крем. Маленький, ну, всем участникам конференции подарили такие вот пробочки крема. Вот, когда я спросила у нее по поводу оптового прайса, чтобы работать, ну, честно говоря, 900 бат, это около 2000 рублей, это оптовый прайс для крема для рук, для... Я считаю, что это чересчур. Вот. Так что, да, с этой косметикой я работать тоже не буду. Да, так получилось, что вот сейчас вот рассказываю, да, с кем я работать не буду. Вопрос, а с кем же я буду работать? Ответ простой. Да, я нашла компанию, я не буду говорить название пока. Я познакомилась тоже с владельцем, это очень замечательная, обаятельная женщина с очень хорошей кожей, которая прекрасно выглядит на свой возраст, у которой очень интересные составы в косметике. И мы с ней договорились, что можем заключить контракт. Вот. Здесь вот, если справа у нас, прошу прощения, слева у нас идет тайские производители спа-индустрии, то справа у нас уже идут международные. Вот пошел Китай, Сингапур, Германия, там есть Испания, Япония и много-много других производителей. Я вчера по этой выставке гуляла, ну, и скажу честно, по сравнению с Таиландом они отдыхают. Вот. Ну, покажу еще несколько стендов. Ну, вот тоже сюда Корея попала, в зону Таиланда. Сидасон. Куча наград, куча всего. Вот такая вот загадочная компания, которая чем-то занимается. Возможно, это просто спа-салон. Судя по картинкам, да, это похоже, что это спа-салон. Вот. Так, здесь мы уже были. Но тайская, тайская головка, он получается здесь не очень большой. Но здесь вот очень много интересных компаний. Вот. Сегодня последний день выставки. И я уже здесь прикупила несколько интересных вещей. для подарков на наши промоушены и для наших постоянных клиентов. и для наших постоянных клиентов. И для наших постоянных клиентов.